Приветствую вас, дорогие друзья! Будьте благословены! Те, кто сейчас смотрит в прямом эфире или в записи, так радостно, что у вас находится это желание, интерес к духовным вещам. Это так важно. Человек создан из трех сфер, из трех частей. Дух, душа и тело. Хоть сколько корми душу, общайся с друзьями, встречайся, классное общение. Хоть сколько кушай, наслаждайся самой вкусной пищей. Одевай, занимайся, знаешь, тело, занимайся спортом, тренируйся. Все равно, если у тебя духовная сфера не покрыта, ты будешь чувствовать себя неполноценным. В этом-то и беда. Но если ты восполняешь эту часть духовную, ты восполняешь Богом, духовными вещами, ты будешь полноценный человек. Мы иногда думаем, нет, если человек инвалид, он уже не может быть полноценным. Вы посмотрите, вот этот человек без рук, без ног, Никучич. Без рук, без ног вдохновляет людей с руками и ногами. И они сидят, плачут. Да, что это мы так раскисли в жизни? Он вдохновляет и говорит, эй, ободритесь, ободритесь. Так здорово, улыбается. Это, представьте, однажды он хотел жизнь самоубийством закончить, потому что он не мог даже в туалет сходить. Знаете, в подростковом возрасте его мама должна была водить в туалет. Знаете, как это все давило на него. Но когда он встретился с Богом, когда он пережил любовь, и все, он говорит, что, конечно, я вожу с собой пару ботинок, на случай, если Бог даст ноги. По-моему, еще брюки возит. Он как бы верит, он допускает. Дает Богу возможность сделать чудо сверхъестественное. Но он продолжает Бога любить безусловно. Вот это любовь. Вот это любовь, когда ты не дашь на дашь, а вот, знаете, Бога любишь безусловно. Он тебя возлюбил безусловно. Соответственно, он ищет ту же любовь, качество той же любви, безусловную. Это означает безусловень. Я хотел бы сейчас обратиться к определенной категории людей, группе людей, отступники. Я хотел бы вам сказать, вот те, кто отступили от Господа, либо, ну что значит отступник? В нашем понимании это человек, который с катушек слетел, в блуд, в алкоголь, в наркотики, воровать стал. Знаете, есть еще другой вид отступничества. Твое сердце больше не горит по Богу. Ты больше не желаешь, ты ропщешь. Ты говоришь там, ну, ты остыл, и ты стал печальным и скучным. Послушай, я тебя прошу, просто переосмысли, переоцени. Попроси Иисуса заново тебе открыться. Попроси, чтобы любовь вспыхнула в твоей жизни. Я не видел ни одного отступника счастливым. Я не видел человека, который пришел к Богу со всеми грехами. Бог его простил, и он ушел обратно и живет счастливой жизнью. Я не видел таких. Я знаю, что у них очень много бед, очень много страдания. Поэтому к вам Господь сегодня обращается. Вернитесь в радость. Когда блудный сын вернулся домой, что там было? Там была радость. Вот что Бог предлагает вам. Радость. Послушайте. С того момента, как вы позвали Иисуса Христа, Иисус вошел в ваше сердце, с этого момента ваше имя было записано на небесах, и вы идете на небеса. Представьте, вы с этой грешной, проклятой земли, вы идете на небеса к Богу. И вы что думаете, дьявол будет сидеть и радоваться этому? Нет, конечно. Конечно, он тысячу планов построит. Этот план прогорел, значит, другой включаем в действие. Этот не сработал, другой включаем. И он занят вами, чтобы сбить вас с пути, чтобы вы не дошли в небес. Почему я здесь стою, проповедую? 16 лет. Потому что моя цель, чтобы люди услышали об Иисусе и пришли домой, к Богу. Пришли и были на небесах с Иисусом. Потому что это земля, жизнь на земле. Библия говорит, это как пар, являющийся на малое время. А потом, что потом? Исчезающий. Вот так вот. Солнышко встало, пар только что был. Где пар? Нету. Так же и человека. Был же, говорил с нами. Даже хотели встретиться. Нету уже. Все. И тут задумываешься, как хрупок человек. Поэтому, дорогие друзья, те, кто остыл, это очень страшно. Это очень страшно. Самое первое, что должно быть у христианина, это любовь к Богу. Кто-то считает, что вера должна быть. Вера. Вера. Да, вера. Но вера должна перерасти в любовь, в отношения. Понимаете? Вера ведет нас в любовь. И первая заповедь не говорит, верь в Бога. Как первая заповедь говорит? Что говорит первая заповедь? Возлюби Бога. Иисус сказал, возлюби. Итак, тема проповеди будет называться «Кто твой отец?» Все сразу вспомнили своих земных отцов. У меня Павел, я Виктор Павлович. А вы кто? Послушайте, я не буду ударения ставить на земных отцов. Не о них идет речь. Речь пойдет о двух главных фигурах, как сказать, земли или, как сказать, вечности. Это Бог и дьявол. Какой отец такие дети? Мама всегда с детства говорила, почему-то, когда мы себя плохо вели, особенно я, мама говорила, что я пошел весь в отца. Она разделяла все позитивно, четко, прям вот знаете, прям 50 на 50, все хорошее. То, что дети умные, там дети культурные, там, если она видела это, она говорит, это мое. Все негативное, характер и так далее. Все в отца пошел. И она это говорила, прям, знаете, с таким вот укором. И есть генетика. Генетика – это связь ту, которую отцы передают своим детям. Туда вложено все. Характер, там, манеры и так далее, так далее. Все вложено. И Слово Божье говорит, что есть небесный отец. Конечно, мы не говорим, что есть еще один отец – дьявол. Иисус просто так сказал однажды в проповеди, что ваш отец – дьявол. И когда, знаете, первые люди тоже, они перестали слушаться Бога, они стали слушаться дьявола. И Иисус задал такой, Бог такой задал вопрос, когда Адам согрешил, у них одежда исчезла, да, сияние славы. Они увидели, что они наги, пришел Бог с ними общаться, а они голые. Знаете, если вы ходите там, ну, по квартире, непонятно в чем, то ли одето, то ли не одето, ничего. И вдруг вам звонок. Вы же не выбегаете, правильно? Вы же там быстрее одеваться или что-нибудь там говорите, подождите там. Так же и здесь. Вот этот стыд, да? И Адам говорит, я не могу, Бог, я не могу выйти. Почему? Я наг. А кто сказал тебе? Вы понимаете, с того момента кто-то стал вести Адама. Кто-то стал ему советовать и говорить. И это был дьявол. Он взял над ними шефство. Хотя Бог заранее сказал, чтобы они владычествовали над всей землей, над гадами, над присмыкающимися, над всеми, над рыбами морскими, над птицами небесными, над всей землей. Они должны были иметь владычество. И Еве нужно было бы применить власть к говорящему змею и не слушать его. Потому что это низшее творение. Но она стала слушать. И вот здесь ошибка. Потому что через нее говорил нечистый дух. Поэтому, когда Бог спросил, в этом вопросе уже указывается на определенную невидимую фигуру, которая говорит человеку. Посмотрите. Вот просто представим. Красивая девушка. Да, с виду, например, симпатичная. Ну, как бы все нормально, так с виду посмотришь. Она внутри, знаете, что может думать? Какая я страшная. Какой у меня нос длинный. Какие у меня ноги. Какие у меня руки. Какая у меня голова, пропорция. Как на мне ничего не сидит. И, понимаете, вот это все говорит. И столько комплексов может быть в человеке. Откуда комплексы? Нет, послушайте. Ей не кажется. Ей кто-то это говорит. Или это ему. Или парню. Понимаете? Кто-то ведет. Кто-то разговаривает. От самого рождения к человеку приставляется, к сожалению, эта фигура. Давайте прочитаем. 1 Коринфянам 15, 47. Первый человек был сотворен из праха земли. А второй человек – это человек с небес. Это современный перевод. Земные люди подобны первому земному человеку. А небесные будут такими же, как человек, пришедший с небес. И как сейчас мы носим образ земного человека, точно так же мы будем похожи на человека небесного. Здесь сказано про Адама, это наш отец, это отец всех живущих людей на земле. Это Адам, первый человек, сотворенный Богом. И мы похожи. Вот каким он был, каким был Адам, вот как мы. Потому что мы на него похожи. Но второй человек – это Иисус, который пришел с небес. Он был в вечности. Он уже находился. И он пришел с небес для определенной миссии. Иисус говорит, какие вы были от земного отца, такие же вы будете и от небесного отца. Он указывает, что такими же, такими же славными, такими же будем преображенными в небесного отца. И это логично. Дети похожи на своего отца. Мы подражаем тому, кто нас родил. Потому что он с нами проводит время. Со многими людьми дьявол проводит время. И это не означает, что они поклонники сатаны с крестами перевернутыми, в черной одежде. Глаза под водкой черной намазаны. И они там что-то колдуют, дымят. Нет. Библия говорит, что мы все жили по воле князя, господствующего в воздухе. Это дьявол. Мы все жили, исполняя грехи. Послушайте, небесный отец не грешит. Если мы грешим, задумайтесь, от кого тогда грехи? Если о дьяволе сказано, что он отец греха, что он согрешил, что это он. И поэтому мы все проходим через этот сложный процесс грехопадения, греха. Мы все встречаемся с этой грязью. И знаете, что многие люди делают? Есть две категории людей. Одни, встречаясь с грехом, чувствуют, это грязь, это не мое. Это не мое. Да, я грешу, но это не мое. Мне дискомфортно. Я не хочу. Бог, избавь меня от этой грязи. И есть другая категория людей. Повстречавшись однажды с грехом, они говорят, это мое. Это мое. Я себя чувствую прямо, как свиньяк в грязи. Так классно. Хрю-хрю. Понимаете? А кто-то, делая грех, он делает. И он понимает, как это мерзко, как это ужасно. Кто бы меня мог избавить? Поэтому вот есть люди, за которых можно молиться. И Бог им может помочь. А за некоторых людей, ну как ты будешь молиться, если он сам уже не хочет? То есть, если мы против воли человека молимся, это называется колдовство. Манипуляция – это колдовство. Что такое колдовство? Заставить человека повлиять. Сделать не то, что он хочет, а то, что хочешь ты. Это колдовство. Поэтому, если вы молитесь против воли человека, вы колдуете. Как ни странно, колдовство – это манипуляция. Мы можем молиться за людей, говорит, Господь, благослови их, защити их. Но сделай так, сделай то, сделай это. Как многие молятся, Господь, пусть она будет моей женой, или пусть она будет моим мужем. Как эти разные есть такие пророчества. Одна сестра подошла к брату, к одному, который ей нравился в церкви. Говорит, Господь сказал мне, что ты будешь моим мужем. Он говорит, не может быть, я уже женат. Понимаете, Господь говорит. То есть, здесь вопрос, кто говорит. Если это Господь тебе говорит, а это не Господь, то это дьявол, который у тебя давно уже с тобой работает. Он взаимодействует. И нам так это страшно, знаете. Как это дьявол? Отойдет меня. Знаете, однажды на работе человека спрашиваю у работника. Я говорю, ну как у тебя дела? Нормально все. Я говорю, как с Богом? Да, классно. А с дьяволом? Да ты чего? А знаете, а сам живет мирским образом жизни. Да я не, я с ним вообще никак. Я вообще никак. Знаете, а сам грешит. Реально грешит. Я вижу все. И говорит, не, не, с дьяволом я вообще никак. Никак вообще. Да что? Не, 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 не. Да, понятно, что ему не хочется. Он это делает неосознанно. Поймите, что есть слуги сатаны, рабы, да, которые поклоняются дьяволу, и он их награждает чем-то. А есть люди, которые обмануты, и они не знают. Как вы думаете, есть такие люди, которые обмануты дьяволом, и они не знают, что они служат сатане, и делают не то, что они хотят, а хочет дьявол. Иоанна 8, 34. Иисус отвечал им, истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Раб греха. Знаете, что у Бога нету рабов? У него есть слуги, это ангелы. Но люди не являются рабами. Это говорит о том, что у них есть свободная воля, свобода выбора. У раба нету. Ему говорят, иди делай то, иди делай то. Он пришел с поля, знаете, уставший, а теперь говорят, ты куда пошел? Ты чего лег на кровать? Ты должен мне готовить ужин? Как в Библии написано, что раб, пашущий с поля, придет, что он сядет думать? Он будет служить господину своему. То есть рабы. У Бога нету рабов. Он не хочет рабов. Он хочет друзей, он хочет детей. И знаете, в одном местописании Иисус говорит дальше в 37 стихе. Иоанна 8, 37. Знаю, он здесь спорит с иудеями, с евреями. Знаю, что вы семя Аврамова, однако ищите убить меня. Убить Иисуса. Того, кого Бог послал, они хотят убить. То есть верующие люди называются. Потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего. А вы делаете то, что видели у отца вашего. Почему человек грех? Знаете, мы иногда боремся. Мы консультируем людей. Не греши. Не греши. Это плохо. Не делай так. Не делай так. Послушайте, это все бесполезно. Гены работают. Как говорится в народе, гены пальцем не задаешь. Они проявляются. И ты ничего не можешь сделать. Ничего. Что вообще можно сделать? Поменять отца. Вот это и есть, когда Иисус сказал Никодиму. Истинно, истинно говорю тебе. Иоанна 3.3. Если кто не родится свыше, не может увидеть царство Божье. Рождение свыше – это смена власти. Это смена руководства. Это смена господина отца. Помните, Иисус говорил не всем подряд. Он говорил в узкой группе людей. Отец ваш небесный. Вот молитесь Отцу вашему небесному. Отец ваш знает, в чем вы имеете нужду. Отец ваш благоволил дать вам царство. Понимаете? Он говорил, Отец ваш, Отец вас. Он говорил, Отец мой. А потом он говорит, я иду к Отцу моему и Отцу вашему. Вот что сделал Иисус. Какое чудо. Какие чудо грешных людей, которые недостойны были никак Бога, смог им организовать эту жизнь на небесах? Как? Как? Вы знаете, что если вы приедете в Арабские Эмираты, там очень много привилегий именно для местного населения. Для тех, кто коренные жители. Там есть такие привилегии. Ты можешь учиться в любой точке мира бесплатно, тебе страна все оплатит. Тебе там какие-то там разные-разные варианты. Много тебе помогают, там подарки дают, там могут вообще твой долг простить. Такое было. Там очень много есть привилегий. Не для всех, кто там живет, послушайте. А для коренных жителей. И кто-то такой услышал, я стану коренным жителем Арабских Эмиратов, чтобы получать все пособия, все удобства, все выгоды. Да нет. Даже если ты встанешь, если ты выйдешь и женишься, например, да, там женщина выйдет замуж за коренного арабского, да, вот этого человека. А она не будет никогда в статусе коренного жителя. Никогда. Представьте. А у нас получилось на небесах стать законными жителями. И у нас есть небесное гражданство. Как же мы тогда попадем в Новый Иерусалим? Только у кого есть небесное гражданство. Поэтому Иисус и сказал Никодиму, истинно, истинно говорю тебе. Представьте, два раза сказать истинно, истинно. Если кто не родится свыше. Послушайте, очень много людей, нерожденных свыше, но верующих в Бога. Будут ли они с Богом на небесах? Наверное, нет. Не будут. Потому что Никодим был религиозный человек, учитель Израиля, добрый человек, мудрый человек. И Иисус ему это сказал. Иисус не сказал, знаете, грешнику, который там, знаете, постоянно в чем-то там падает. Нет, Он сказал человеку, который закон Божий знал. Он такое сказал. Итак, Иисус говорит конкретно и разделяет. Я говорю то, что видел у отца моего. Вы знаете, что после этого они его убить хотели? Потому что он Бога сделал своим отцом. Что? Убить его? Убить? Откуда такая агрессия и злость? Это единственный в мире, как сказать, дело, за что судили человека и отдали на смертную казнь. Не за то, что он сделал, а за то, кем он являлся. Дело Иисуса однажды один юрист изучал. И он увидел, что он ничего не сделав плохого, не доказано ничего. Его отдали на самую жестокую смерть, на казнь. За то просто, кем он себя выдавал, как сказать, являлся. Итак, здесь Иисус разграничивает. Вы делаете то, что видели у отца вашего. Давайте приведем пример. Например, ваш отец ругается матом. Думаете, ваши дети не будут ругаться матом? Пятиэтажным будут. А дети всегда, родители преуспевают еще больше. Или ваш отец курил, или что-то еще делал плохое. Какие-то плохие примеры. Можно и хорошие привести примеры. Что если ваш отец сделал то, то и много хорошего можно. Если мастеровой был, то и сын тоже, глядя на него. Мастеровой будет там, или умный, или интеллигентный отец был. Но здесь Иисус говорит, что вы делаете то, что вы видели. Перед вашими глазами Бога не было. Вы говорите, о, у нас ДНК евреев. О, мы от Авраама. Иисус говорит, нет. Физическая ДНК нет, да еще ничего не говорит. Национальность не спасает. А духовная ДНК у вас есть? Иисус говорит, я шел от отца, я пришел от отца, и я его хорошо знаю. Я делаю то, что вы видите. Это то, что я увидел у отца. А почему вы меня ищите тогда убить? Если вы говорите, что вы верите в Бога, и Бог ваш отец. Почему тогда убить меня ищите? Не просто порассуждать, сказать, э, не, я не согласен, давай подискутируем. Давайте вот дискуссию устроим. Нет, они сразу его убить. У них сразу одно, поймите. Таких людей. Камени в руки и вперед. Читаем дальше, 39 стих. Иоанна 8, 39. Сказали ему в ответ, отец наш есть Авраам. Иисус сказал им, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего. На это сказали ему. Мы от нелюбодеяния рождены. Одного отца имеем. Бога. А Иисус говорит, а я сейчас, знаете, обнажу. Я назову его имя, его сущность. Иисус сказал им, если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Знаете, что многие верующие пытаются сделать? Какую ошибку? Я так думаю, что ошибка. Это просто мое мнение. Их мир не понимает. Вот человек уверовал, да? Вот был обычным человеком, грешником. Все. Вот он уверовал. Он стал ходить куда-то в церковь. Понимаете? Он стал другим. Он больше не смеется над этими грязными шутками на работе. Или, понимаете, он другой стал совсем. И вот верующие, многие верующие, они пытаются доказать, что они нормальные. Они пытаются миру доказать. Как? Убирают слово Иисус. Убирают слово Бог. Они ничего не говорят. Они просто хотят показаться добрыми, хорошими людьми. Посмотрите. Мы и спортом занимаемся. Мы и учимся. Мы работаем. Мы деньги зарабатываем. Посмотрите на наши семьи. А знаете, почему они вас все равно не примут? Никогда. Никогда вы будете лучше их жить. Они вас не примут. У них другой батя. У них другой отец. И вы никогда не заработаете у них бонусов и очков. Они так и будут про вас плохо говорить. Почему? Потому что у них отец дьявол. Каждый может сам анализировать себя. Вот послушайте. Послушайте. Истинно верующий человек. Вот допустим. Он ходит в какую-то одну церковь. Да? Где Бога прославляют. Вот если он истинно верующий человек, он придя в другую церковь, он не будет говорить, у вас какие-то песенки здесь, у вас как-то все вот так вот по-другому надо вот. А чего вы все сидите? Стоять надо перед Богом. Он будет, знаете, он не будет менять правила. Он вольется сразу и будет прославлять Бога. Потому что Бог-то один. Вы понимаете? Немножко разным мы можем отличаться. Дети все в семье разные. А отец-то один. Человек, который истинно верующий, всегда будет искать точки соприкосновения, а не разделения. А я видел таких верующих, которые именно разделение несут. Спорят, доказывают, что у нас более истинно. Правильно. Да еще и пена в рта. Думаешь, Боже мой, и хочу с тобой спорить. Пойду я лучше прославлять Бога, как я умею, как я знаю. И вы представьте, это Иисус говорит набожным людям. Набожным людям, которые ждали Мессию. Которые говорили, наш отец Авраам, а с Авраамом Бог говорил. Авраам назван другом Бога, и никому не клялся Бог, как только Аврааму. Никому Бог никогда не клялся. Представьте, клялся это обещать. Поэтому давайте верить в Бога, отцы. Давайте. Не будем. Давайте изменим. Знаете что? Вот это вот, как сказать, понимание. Я со многими людьми встречаюсь и говорю им о Христе. И они говорят, знаете, в разных странах, одно и то же. Моя бабушка верила в Бога. Я ни разу еще не слышал, чтоб дедушка. Один мне парень говорит, а могли бы мы его дедушку навестить в больнице? Он так матом, правда, ругался. Он бухал всю жизнь, блудил там и так далее. Все, что от дедушки можно было услышать. И тут такая бабушка святая. Она всегда молилась за нас. Она благословляла нас. Давайте, знаете, что изменим? Давайте скажем, нет. Наш Бог, не только Бог бабушек. Слава Богу за бабушек, которые вымаливали это все. Но поднимется другое поколение. Классное поколение, которое будет ходить с отцом, будут его любовь принимать. И если ты принял эту его любовь, тебя разорвет, если ты ее не отдашь. Ты думаешь, это невозможно его любить. А ты с Богом побудь, напитайся его любовью, тебе будет очень легко. Почему? Потому что тебе будет очень сложно, если ты любовь не отдашь. Вот как она изливается через край. Любовь Божия выливается через край. Ее не немножко, ее много. Ее хватит для тяжелых людей. Поэтому давайте сейчас будем молиться. Дорогой небесный отец.